А можно ли заменить воду на гидролат во всех рецептурах? И ответ будет и да, и нет. Казалось бы, одна только польза, но здесь есть один маленький нюанс, который многие, особенно в начале пути крема варенья, не учитывают. Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Елена, и вы смотрите канал Косметическая Кухня Бьюр, на котором я делюсь рецептами приготовления косметики своими руками, а также особенностями и нюансами ее приготовления. И сегодня я хочу ответить на один очень распространенный вопрос, который нам задают очень много кремоваров, особенно когда они только учатся готовить косметику. А можно ли заменить воду на гидролат во всех рецептурах? И ответ будет и да, и нет. Почему да? Потому что гидролат по своей сути – это дистиллированная вода на основе растений, цветов или фруктов, на которых он готовится. То есть, заменяя воду на гидролат, вы получаете дополнительные полезные свойства. Казалось бы, одна только польза, но здесь есть один маленький нюанс, который многие, особенно в начале пути крема варенья, не учитывают. Большинство гидролатов имеют достаточно низкий pH. Данную информацию вы можете найти в описании того или иного гидролата. Чем же это грозит? Заменяя воду на кислый гидролат, pH которого, например, 4,3, вы тем самым опускаете общий pH готового средства. А если в этот же рецепт вы введете еще и консервант, раствор которого тоже имеет кислый pH, например, Геогард Ультра или консервант Непогард СЦЕ, тогда в результате ваш крем может получиться с кислотностью 4,0, и вы не будете понимать, почему спустя 1-2 недели ваш натуральный крем с большим количеством полезных, дорогих, активных компонентов так сильно пересушивает кожу. Ведь все мы помним, что кислый pH не подходит для ежедневного ухода за кожей. Исключением является жирная проблемная кожа, когда специальные средства с низким pH назначает косметолог или дерматолог. И я точно знаю, что многие кремовары в начале пути кремоварения экономят на инвентаре и не покупают pH-метры. Следовательно, в конце, когда крем уже приготовлен, просто нет инструмента для того, чтобы измерить его кислотность. А этот момент принципиально важен. Если не сбалансировать pH, косметика не будет работать так, как вы этого хотите. Скажите, пожалуйста, нравится ли вам такого формата видео, где я коротко и по делу рассказываю о нюансах приготовления косметики. Пишите свои вопросы в комментариях, а также обязательно делитесь идеями, которые я могу рассмотреть в будущих видеопособиях. И, конечно же, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Идем дальше. Если же вы уверены, что ваш гидролат имеет слабокислый или нейтральный pH, вы можете полностью заменить воду на этот гидролат. Но и здесь есть нюансы. Если вы обладатель чувствительной кожи, тогда не рекомендуется воду заменять на гидролат. Можете готовить свою косметику на смеси воды и гидролата, или просто на дистиллированной воде. Помните, что чувствительная кожа требует особо тщательного подбора компонентов. А когда же кислый гидролат может быть полезен? И первое, это при создании солнцезащитного крема с такими физическими фильтрами, как диоксид титана и оксид цинка. Потому что оба эти компонента очень сильно повышают pH готового средства. То есть, использование кислого гидролата поможет сбалансировать общий pH формулы и в конце корректировка pH у вас займет меньше времени. Также есть некоторые пафы, раствор которых сам по себе имеет очень щелочной pH. К примеру, это паф кока или децилглюкозит. И введение кислого гидролата в формулу точно так же поможет ее сбалансировать и в конце вам или вообще не придется корректировать pH, или корректировать его незначительно. Поэтому не нужно бояться ни кислых, ни щелочных компонентов. Главное, тщательно изучать информацию по каждому активу, грамотно составлять формулу с учетом данных нюансов, чтобы компоненты балансировали друг друга и в результате у вас получится шикарное косметическое средство. Обязательно подписывайтесь на наш инстаграм-канал, а также на наш телеграм-канал, на котором мы постоянно делимся интересной и полезной информацией и вы будете узнавать о ней первыми. И на этой прекрасной нотке я прощаюсь. С вами была Елена, канал Косметическая Кухня Бьюр. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok